В документах план обороны сейчас акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, на стратегическом сдерживании. Этому уделено больше внимания, чем, допустим, в предыдущем плане. Отдельно разработаны документы по стратегическому сдерживанию. Уделено больше внимания дестабилизации ситуации в стране. Это все тоже вопросы обороны страны. Немало внимания уделилось вопросам обеспечения потребностей обороны. Все это дело просчитано. И мы в состоянии обеспечить военную безопасность нашей страны, оборону государства и тех возможностей, которые у нас есть. Будем планово повышать расходы на обороны. Это нужно делать на самом деле так, потому что, если мы ставим при своей цели качественно наращивать потенциал вооруженных сил, это требует вложений. Планируем увеличение, в том числе, от доли ВВП расходов на оборону. До полутора процентов от ВВП в перспективе вот этих 10 лет. Второй документ, который сегодня рассматривался, это концепция строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Там излагаются основные подходы к строительству вооруженных сил и их развитию на следующие десятилетия. То есть, какой состав и структуру нам иметь вооруженные силы? Какие они задачи должны быть готовы выполнять в мирное время, в угрожаемый период и в военное время? Изложены по каким направлениям будет идти развитие вооруженных сил? Какие из этих направлений являются приоритетными? Притом, упор делается на сохранении существующего состава и структуры, но качественном развитии. За счет, прежде всего, перевооружения, модернизации технической составляющей. На заседании Совета Безопасности был рассмотрен, одобрен и утвержден главой государства план обороны страны. Это план, который по всем направлениям приземлен, основанный на точных расчетах и обеспеченный финансированием мероприятия, которые будут проводиться в мирное время, в период нарастания угрозы и в военное время. Вторая особенность плана в том, что в нем содержится новый документ, план стратегического сдерживания. В этот план стратегического сдерживания мы заложили все действия военной структуры, других силовиков, министерств и ведомств, относящихся к республиканским органам государственного управления, которые обязаны в соответствии с этим планом уже в мирное время проводить ряд мероприятий, которые будут снижать вероятность возникновения каких-то конфликтов и военных действий или сводить их к нулю. В плане уточнена система управления государством на военное время, проверены на нескольких учениях, поэтому мы уверены, что утвержденная в плане обороны система позволит четко и целенаправленно, результативно руководить всеми силами и средствами при защите государства. В первую очередь, конечно, будут финансироваться те мероприятия, которые связаны с беспилотной авиацией, которые связаны с силами и средствами, которые должны нести дежурство по разведке, это радиоэлектронная разведка, и дежурство в воздушном пространстве, это радиолокационная разведка. Будут совершенствоваться, закупаться, модернизироваться дальнобойные средства, это имеется в виду ударная авиация, глубокая модернизация имеющегося парка авиации и, конечно же, работа по ракетным войскам и артиллерии. И также выделен в первоочередной, это проблемный вопрос, который касается закупки боеприпасов, в первую очередь, зенитных управляемых ракет и противотанковых управляемых ракет, и других высокоточных боеприпасов, средства применения которых у нас имеются. Исходили из того, что, конечно же, мы брали наихудший вариант развития обстановки, который может сложиться для нашей страны. Конечно, изучали опыт в горячих точках планеты, в Сирии, Украине, Боливии, ну и так далее, в Венесуэле не совсем простая обстановка. И вот, исходя из этого, сделаны выжимки, проанализирована обстановка, и по этапам возможной эскалации конфликта, обстановки, естественно, все адекватные меры реагирования всех компонентов военной организации заложены в этом плане. Мы, во-первых, не рассматриваем никого как агрессора. Мы миролюбивая страна, у нас оборонительная доктрина, которая предусматривает, прежде всего, защиту своей страны. Мы не рассматриваем уже как таковую, хотя мы не исключаем это, крупномасштабную войну. Сейчас в большей степени конфликты протекают совсем по-другому. Расшатывается обстановка в стране, действуют какие-то мелкие группы, оппозиция, диверсионно-разведительные группы. Сейчас очень широко используются наемники частных военных компаний, которые пытаются расшатать обстановку в стране, проверить на прочность, наверное, всю силовую составляющую. В противовес этого у нас разработаны свои комплексы мер. У нас есть свои, такие же операции, чтобы не допустить вот этого развязывания конфликта на нашей родной Беларуси. У нас есть так называемые силы немедленного реагирования. И в случае какой-то непредвиденной ситуации готовы выйти, прикрыть участки вдоль государственной границы, участки на своей территории, прикрыть и взять под охрану какие-то объекты совместно с Министерством внутренних дел.